Всем здравствуйте! Для многих людей тема саморазвития, прокачки и повышения своих навыков и способностей всегда являлась одной из самых актуальных. И сегодня в нашей студии бизнес-тренер Илья Кусакин. Он занимался построением крупных корпораций, таких как «Блэк Стар», «Фабрика мебели 8 марта», «1С Первый Бит», «Экоплан.рф» и другие. Также Илья автор двух бестселлеров «Эффективность продающего» и «Бизнес как система». И автор бизнес-блога «Люди Дела», который был признан федеральным информационным агентством ТАСС самым полезным СМИ в Рунете в 2018 году. Илья, здравствуйте! Приветствую, Игорь! Очень приятно видеть вас сегодня здесь, в студии «Интервью дня» на телеканале «Катунь-24». Спасибо, что вы сегодня с нами. Ну и первый вопрос. Илья, с чем связан ваш приезд в Бурнаул? У нас существует огромное количество различных учебных заведений в стране, но, как мне кажется, не для предпринимателей и не для профессионалов-ремесленников. По большей части мы сейчас оказались в новом экономическом таком этапе в стране, в котором, с одной стороны, есть большие корпорации, а с другой стороны, есть все большее и большее количество растущих ремесленников, фрилансеров, малого бизнеса, которого все больше становится тоже в стране. И мой приезд связан с тем, чтобы передать определенный опыт, связанный с тем, как строить карьеру, как строить личный бренд, как строить бизнес, как строить команду. Вы назвали меня бизнес-тренером. Последние года три это слово является ругательным, по большей части, потому что все люди, которые неортодоксальные, пытаются учить кого-то, чаще всего получают хейт. Их называют инфо-цыганами. В моем случае я не продаю информацию ни в каком виде, а я являюсь проектным директором по маркетингу и проектным HR-директором. В сотнях разных компаний я выстраивал проекты, то есть маркетинговые проекты, строил отдел найма, адаптации, писал учебные материалы для самых разных должностей и своего рода специализируюсь больше не на обучении, скорее, а на адаптации. Сейчас, в моменте, когда очень сильно меняются покупательские критерии, потому что поколение Y становится основным покупателем, а не поколение X по мере того, как двигаются годы, все больше и больше люди, которые росли уже с интернетом, уже с гаджетами в руках, становятся основным покупателем и их поведение совершенно другое. В связи с этим я передаю опыт, как перестроить свою работу и как в сегодняшних реалиях, можно так сказать, построить карьеру, делая честное дело, зарабатывая честные деньги, чтобы каждый человек мог это сделать и сэкономить себе просто годы. Потому что сегодня, можно сказать, опыт столицы, опыт Москвы и Питера, он на 3-5 лет опережает то, что происходит практически в любом регионе страны, при том, что это не постыдно для региона, а на мой взгляд, это даже хорошо, перенимать опыт. И вот в таком смысле я приезжаю периодически в разные города для того, чтобы этот опыт передать, чтобы затем увидеть спустя 3-5-7 лет, как благодарные люди приходят и говорят, Илья, я умножился в 10 раз за 3 года. Вот буквально мы сегодня ехали, вспомнили одного человека из Самары, который в 2011 году также, когда я строил там некоторые компании, перенимал у меня опыт, да, сегодня он там номер один в Самаре в своей теме, там в загородной недвижимости. И мы посмеялись с организатором здесь из Барнаула, потому что это действительно интересно, сеять семена, которые затем дают такие плоды. У меня просто предназначение еще, оно связано с продюсированием талантливых людей, вот. Поэтому в том числе, наверное, я и причастен и приложил руку к проекту Blackstar, потому что это стал номер один продюсерский центр в свое время. — Хорошо, Илья, по поводу вашего выступления, мы знаем, что оно состоится уже завтра, 3 июня в концертном зале АГИК. Так вот, это мастер-майнд. Расскажите нашим телезрителям, да, что такое мастер-майнд и какие его основные принципы и темы. То есть что состоится завтра? — Конечно. Вот, Егор, вы учились, наверняка, неоднократно, то есть вы посещали разные занятия, судя по тому, как у вас поставлена речь, то есть как у вас поставлен дикторский голос, то есть я знаю, что вы ведете мероприятия в Барнауле тоже. — Хочется привести пример конкретно на вашей карьере. — Очень интересно, давайте. — Да, ну вот для того, чтобы мы могли посмотреть, машины за последние 100 лет очень сильно изменились. Если посмотреть, какие были машины там, например, в 1921 году и какие они сейчас, или, например, очень сильно изменились телефоны, какие они были в начале, какие они сейчас. А система образования, она, в принципе, меняется, но чуть-чуть медленнее, потому что это очень огромная-огромная сфера деятельности, в которой трудоустроены миллионы, не побоюсь этого слова, людей, да, даже на русскоговорящем пространстве. И в каком-то смысле есть формат передачи знаний и формат так называемых мозговых штурмов, потому что и формат так называемых мозговых штурмов, это как раз вот переводится в мастер-майнд, как мозговой штурм. Когда люди вместе мастерят свой разум, что значит мастерят? Значит, вытаскивают оттуда самые сильные инсайты для того, чтобы произошел определенный скачок в мировоззрении. В какой-то момент я сам понял, знаете, как вот есть подход, когда мы стягаем себя, чтобы развиваться, стимулируем как-то, то есть занимаемся тем, чтобы ругать себя, там, ты должен зарабатывать больше, там, ты должен делать больше, больше успевать, более качественные управленческие решения принимать. А в какой-то момент я понял, что нужно вдохновляться. Завтра, 3 июня, в концертном зале Института культуры состоится мастер-майнд Ильи Кусакина, и я думаю, Илья, есть сейчас уникальная возможность еще раз пригласить всех тех, кто действительно должен, должен оказаться там. То есть предприниматели и люди, которые в этом в первую очередь заинтересованы. Для того, чтобы вкратце, так сказать, вкратце экскурс, то есть о чем это будет. На мой взгляд, жизнь предпринимателя и жизнь профессионала, увлеченного своим делом, это очень часто одиночество. Очень часто это связано с тем, чтобы очень на многие вещи поставить себе нет. На очень много каких-то развлекательных мероприятий пропускать ради своего детища, ради своей профессии, ради своего бизнеса, стартапа. И по большей части предприниматели и профессионалы-ремесленники, на мой взгляд, нуждаются в поддержке, просто в чувстве братского плеча, что есть другие люди, которые также изо дня в день, с утра до вечера посвящают себя тому детищу, которое они там основали. Будь то карьера или будь то бизнес. И вот мероприятие, на которое мы вас хотим пригласить, имеем честь пригласить, оно связано с тем, чтобы напитаться, наполниться. Потому что вот это одиночество, оно связано же не с тем, что предприниматель или профессионал своего дела не хочет дружить с людьми. Просто он ввиду своих амбиций, карьеры и ввиду своего детища в виде бизнеса вынужден отказываться от того, чтобы видеться с друзьями или видеться с родными. И очень часто на предпринимателя смотрят как бельмо на глазу, как белая ворона. То есть и до сих пор это есть. Но с одной стороны. А с другой стороны, то есть именно профессионалы своего дела и предприниматели — это те, кто на сегодняшний день платит налоги для того, чтобы пенсионеры вовремя получали свою зарплату. Учителя в школах, сотрудники полиции и все люди, причастные к госсектору, имели ресурс, которым распоряжаться для того, чтобы строить дальше нашу страну и поддерживать ее жизнедеятельность. И по большей части именно эти самые предприниматели и профессионалы-ремесленники на сегодня являются одними из главных налогоплательщиков и люди, которые создают рабочие места, которые создают в принципе своей работой возможность для страны функционировать. И поэтому хочется этих здравых людей, которые живут в городе Бурнаул, конкретно в Алтайском крае, пригласить. Если у вас есть возможность физически присутствовать, если у вас есть время посвятить это время себе и тому, как развиваться и двигаться дальше, то для меня будет большая честь, если вы сможете прийти и присоединиться к нам, чтобы мощно зарядиться и сделать еще один прорыв в 2021 году, войти мощно в 2022. Спасибо, спасибо большое. Напомню, что у нас в студии был Илья Кусакин, а я желаю вам отличного дня. Увидимся в эфире. До встречи.